Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Подобный формат видео я уже не снимала, наверное, года два. А все потому, что я снимаю мукбанки и периодически отвечаю на вопросы. Но в комментариях я заметила, что вы часто пишете, что я на слишком мало вопросов отвечаю. Растягиваю этот вопрос прямо на все видео. И поэтому, если вам зайдет, в дальнейшем я буду снимать отдельные ролики, как вопрос-ответ. Я сама, на самом деле, часто на фоне ставлю подобных там блогеров, которые отвечают на какие-то вопросы и рассуждают на какие-то темы и параллельно делаю какие-то домашние дела. Поэтому, если вам зайдет, я буду и дальше снимать. А вопросы я взяла из своего инстаграма. Сначала я планировала просто отвечать на вопросы в инстаграме. Но затем, почитав вопрос, я вспомнила столько историй, которые можно рассказать. Я решила снять полноценное такое видео. Итак, первый вопрос. Было ли такое, что ты засыпаешь с мыслью, что не хочешь просыпаться? Я, как сейчас, помню этот момент. На самом деле, я очень жизнерадостный человек. И в последние, наверное, лет 10 такого не было. Но где-то, когда я была в седьмом классе, мне забили стрелку. Девочка старше меня где-то на год. И она должна была прийти с подружками и, видимо, меня избить, как я понимаю. И мне было очень страшно. Я не могла не пойти, потому что, если я не пойду, все будут угорать надо мной. Что, типа, я испугалась. В активном случае меня просто могли избить. Но я могла рассказать своему брату. У меня брат в то время в школе был такой авторитет. Все его боялись и так далее. Или просто рассказать родителям. Но, блин, я такая тупая была в детстве. Я никогда никому не рассказывала про свои проблемы. Притом меня обижали. Я молчала об этом. Но насчет родителей я согласна. У меня мама такой эмоциональный человек. Она бы пришла в школу, устроила там разборки, начала бы кричать на учеников. Не знаю. Она вообще такой человек у меня мама. Она за нас порвет. За нас с братом она порвет. В общем, я вам расскажу предысторию, почему так произошло и кто забил мне стрелку. В общем, была девочка, с которой я училась с первого класса вместе. И она умерла. Так получилось, что на высокой скорости в машине она там ехала со своими какими-то друзьями, с компанией, впиской и все дела. И они ехали на очень высокой скорости. И она просто испугалась и у нее остановилось сердце. В общем, прошло где-то 3-4 месяца. И ее подруги, старшеклассницы, забили мне стрелку из-за того, что типа я за ее спиной, за спиной умершего человека говорила какие-то гадости. На самом деле я никаких гадостей не говорила. Я говорила до ее смерти, когда еще мы учились где-то в 4-м классе. У меня были терки с этой девочкой. Но когда она умерла, зачем мне с ней устраивать разборки и так далее. Но в тот момент этим девочкам вообще невозможно было это объяснить. То есть они просто хотели на самом деле не то, что заступиться за нее, им было просто плевать. Они хотели самоутвердиться. Просто какую-то лохушку посадить на место, показать всем другим, чтобы им тоже было страшно с ними связываться. В общем, целую ночь я не могла заснуть. Мне было настолько фигово, ребят. Я очень боялась, что со мной может что-то произойти. А я очкошник еще тот. На самом деле, вот эти школьные годы, когда я вспоминаю, я думаю, блин, какой ужас. Как хорошо, что эти годы закончились. Как хорошо, что сейчас можно перейти, например, на онлайн-обучение и не контактировать с людьми, которые тебе не нравятся, которые курят, пьют, ругаются матом, ведут разгульный образ жизни. И при этом, когда ты не похожа на них, они начинают как-то на тебя наезжать и думать, что ты лохушка. Еще плюс ты хорошо учишься, вообще лох. Ну, в общем, ночью я сплю. Не то, что я сплю, я пытаюсь уснуть. Мне было настолько страшно. Потом время было 3 часа ночи. Я постучалась к брату. Он уже спал. Я его разбудила. Я ему говорю, вот такая вот ситуация. Мне забили стрелку. Я очень боюсь. Помоги, братьяник, чем можешь. Вот чем можешь. Спасай сестру. Мне реально было страшно. Я чуть ли не в слезах. Он мне сразу такой, что ты мне не сказала и так далее. Он сказал, что он мужчина. Идти на разборки с девочками не вариант, не варик, но он пошлет своих подружек вместе со мной. Так что на разборки я пошла не одна. Со мной были еще две девочки, поэтому меня не избили. Так что поздравляем. Поздравляем. Мне повезло. И представьте, у меня не было брата. Из меня бы получился фарш. Вы меня увидели бы, наверное, на передаче. Пусть говорят. Трое девочек жестко избили одну идиотку. Итак, следующий вопрос. Ревновала маму кому-то, например, к брату? Нет. Потому что я была младшим ребенком. Я не была обделена вниманием. Но вот мой старший брат очень ревновал, когда я появилась. Сначала все внимание родителей было нацелено на него. Потом появляется маленький ребенок. И он очень сильно маму рассказывает ревновал. Плакал, забивался под кровать, устраивал истерики. Пытался меня убить. Ну так, да? В шутку. Тебе зачем она нужна? Давай выбросим ее. Ну, в общем, я осталась жива, несмотря и на это. Но я так не ревновала родителей к брату. Потому что мои родители уделяли каждому достаточно времени. Я не могу сказать, что у нас было все в финансовом плане. Но зато у нас была полноценная семья. Родители нас любили. И финансовая составляющая это не самое главное. Родители очень много времени проводили с нами. Интересовались нашей учебой, нашим состоянием духовным. Ну, в общем, были очень хорошими родителями. Мой отец вообще душка. Были ли ссоры с Жали? Нет. Ни разу. Сколько мы общаемся? Наверное, где-то год. И ни разу не было. Даже, вот знаете, малейшего чего-то. Вот мне что-то не понравилось и так далее. То же самое с моей подругой Шелли. Хотя нет, один раз она на меня обиделась. Я потом извинялась, ходила и так далее. Вот. А так, в общем и целом, не было. Я вообще, по сути, не конфликтный человек. Я не люблю ругаться и многие вещи. Не воспринимаю всерьез и как-то оптимистично ко всему этому отношусь. Ненавидела ли ты кого-то из учителей? Да. Меня выгнали с экзамена в университете на первом курсе, первый семестр. Из-за того, что мальчик, который сидел рядом со мной, он у меня списывал. Прикиньте, и меня выгнали, и его. А я тут вот при чем? Я что, должна была вот такую стенку ставить перед собой, что нет, не списывай у меня. И мы выходим с экзамена. Потом он меня обсирает, рассказывает всем, какая я жадина-говядина. Причем это был экзамен, высшая математика, который я просто обожаю. Я зашла на экзамен с максимальными баллами. Я поступила в университет только из-за этой математики, потому что у меня были максимальные баллы. Прикиньте, все предметы были по нулям, а здесь у меня максимальные баллы, поэтому я поступила в университет. Это было очень неприятно. И после этого она как бы убила во мне желание учиться дальше. И вот до сих пор, сколько времени бы не прошло, у меня есть ненависть к этому учителю. Хотя, например, в младшей школе тоже меня обижали учителя. Но почему-то вот ее я конкретно ненавижу. И однажды даже я ее оскорбила в универе. Она меня вызвала в кафедру и так далее. И сказала, вот она меня оскорбляет и так далее. Это уже было на четвертом курсе. И тогда тоже я ей припомнила, что она меня просто так выгнала с экзамена. И это было очень неприятно, очень обидно, досадно. Я прям плакала. И этот момент в жизни я никогда не забуду, потому что была несправедливость. Когда ты сама в чем-то виновата, тебе не настолько обидно, когда на пустом месте тебя просто выгоняют с экзамена. Ну, в общем, я думаю, что этому человеку это обязательно вернется в двойном объеме, потому что нельзя брать грех на душу. Следующий вопрос. Ты веришь в инопланетян и пришельцев? Это вообще моя любимая тема. Тема смерти, тема, что будет дальше. Я вот это обожаю реально. И один день, я прям вот помню недавно, буквально, наверное, где-то месяц назад, я вот лежу-лежу, и я начала думать, а вдруг есть инопланетяне? А вдруг на других планетах кто-то живет? Не то, что вдруг, я верю в это. Я захожу в комнату к маме, я говорю, мама, у меня тут такой вопрос. И она такая, что? Я говорю, вот это, например, планета Земля. Вот это Марс, это Юпитер, это Нептун, Плутон и так далее. Мама говорит, ну да, дальше что? Я говорю, а что вот здесь вот? Она говорит, здесь космос. Я говорю, а что выше, что ниже? Она говорит, ну бесконечный космос. Я говорю, бесконечного ничего не бывает. Это просто неизведанные. И мама так слушает-слушает меня и говорит, слушай-ка, ты что, чокнулась, что ли? Зачем тебе это надо? А мне реально это безумно интересно. Я вот иногда, когда смотрю фильмы про пришельцев, про инопланетян, я сама себе думаю, вот не может быть такого, что на других планетах нету жизни. Наверняка жизнь есть, просто мы не знаем про это. И, возможно, когда я буду бабушкой, мы узнаем про это, и это будет очень интересно. Прикиньте, например, звонишь подруге. Ну что, что собираешься делать этим летом? Она, улетаю на Марс. Я в Дубай. Жаль тебя, я на Марс лечу. В пятизвездочный отель. Ну, в общем, я надеюсь, что когда-нибудь так будет. А пока что мы живем просто надеждами. Следующий вопрос. Когда планируешь рум-тур по квартире? У меня есть такая идея, не знаю, насколько она вам понравится и зайдет. В общем, я хочу снять не то, что просто рум-тур. Я хочу изначально, ну, просто поздороваться в начале видео, а потом показать до. Потому что все эти материалы я сохранила на компьютере. Я знала, что я буду снимать подобное видео. Затем я хочу рассказывать про ремонт. В быстром режиме показать, как мы клеим обои, как мы что-то делаем. Короче, весь материал, который у меня есть, там будет. Я потихоньку буду рассказывать, сколько стоил клей, сколько стоили обои, сколько рулонов ушло и так далее. Все эти тонкости. Затем уже я буду показывать конечный результат квартиры, показывать мебель, опять же говорить про цены. Кстати, такой момент. Я думала изначально, что у меня, оказывается, сохранился блокнотик, где я писала все цены. То есть, почему заказывали мебель. То есть, все, что есть в квартире, сколько я потратила. Сейчас я никак не могу найти этот блокнотик, к сожалению. Но плюс-минус я цены помню. То есть, 90% цен я помню, а остальные плюс-минус ориентировочно вам скажу. И вы уже можете полноценно сделать вывод, сколько я потратила, сколько где что стоило. Да и вообще интересно, сразу до и после. Так что, вот такой вариант у меня есть. Я как бы хочу такое сделать. Но посмотрим, как только спальный гарнитур будет у меня, уже будет это видео на канале. Была третий лишний в компании? Нет, у меня была подружка. У нас появилась другая девочка, которая начала вместе с нами общаться. И она получалась третьим лишним. Вообще, я не умею дружить как бы в команде, так скажем. Не могла никогда найти общий язык с большой компанией. То есть, я не душа компании, так скажем. Я не лидер ни в коем случае. Даже я помню, в пятом классе учительница сказала, что ты будешь старостой, потому что лучше всех учишься. Я такая посидела, подумала, посмотрела на своих одноклассников, которые меня ненавидят и которыми я не могу управлять. То есть, мне кажется, старостой это должна быть не только девочка, которая обладает хорошими оценками и навыками по учебе, но еще и такой, знаете, лидер по натуре. А я таким человеком не была. Я всегда, ну, плыву по течению, так скажем. И поэтому где-то год я была старостой, потом я сама отказалась от этого титула. Нафига мне это оно надо? А в универе все сразу на первом курсе хотели быть старостами, все подавали заявки и так далее. Я буду, я буду, проголосуйте за меня. Я сразу сказала, ребят, я пас, мне оно не надо. Почему-то все думали, что если ты будешь старостой, то тебя по всем экзаменам будут просто так проводить и делать какие-то поблажки, но ничего подобного не было. Было такое, что поссорилась с подругой и до сих пор не разговариваешь. Естественно, были такие моменты, но я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Каждый человек находит себе близкого по духу человеку. И ни о чем я в жизни не жалею. У меня была подруга, с которой мы общались, потом она меня кинула на 300 монат, а не отдала мне деньги и так далее. Я считаю, зачем дальше общаться с человеком, который кидает тебя на деньги. Да и вообще и другие какие-то моменты были. Я уверена, что и у вас это все было. Просто у меня очень явно это, потому что вы все это видите, всю мою жизнь видите, можно сказать, от начала до конца. А так в жизни у всех бывают такие моменты. Самое главное не оставаться одной и иметь друзей. А те люди, которые тебе не подходят просто по жизненным позициям, просто, ну не знаю, не подходят, просто они потихоньку по жизни отсеиваются, и это хорошо. Было такое, что очень сильно ссорилась с Ровшаном и доходила до того, чтобы расстаться. Если честно, я прям так не припомню. У нас никогда не было такого, что мы не разговаривали больше двух дней. Один раз была очень жесткая ссора у нас. Она была где-то 4-5 месяцев назад, и мы где-то, наверное, 10 часов не разговаривали. Я его везде заблокировала. Он мне звонил с разных номеров, потом приехал, но мне это очень нравится в его характере. Он настоящий мужчина, он не будет ждать, пока ты успокоишься. Или пусть она поймет свои ошибки. Он просто возьмет, приедет и начнет обсуждать проблемы, поймет свои ошибки или укажет на мои ошибки. А так, в общем и целом, то есть у меня нет мысли с ним расставаться, не было таких моментов. Это мои самые серьезные отношения в моей жизни. Это самые длительные отношения. Уже скоро нам будет 2 года, прикиньте, в сентябре, 21 сентября. Уже 2 года, как мы вместе. Это еще очень круто, я считаю. Я всегда мечтала о длительных отношениях. Хотела в школьные годы начать, например, с кем-то встречаться. И потом уже пожениться где-то в 25 лет. Но, к сожалению, так получилось, что в школе до 11 класса я ни с кем не встречалась. Мне никто не нравился. В универе были кое-какие симпатии, но опять же, ничего серьезного. Но сейчас я уже поняла, что я готова, готова к отношениям. На этом, я думаю, пора закругляться. А если тебе понравился подобный формат видео, обязательно дай мне знать, пиши комментарии. А сегодняшняя прическа получилась максимально глупой. Я пыталась сделать что-то такое, знаете, прям прикольное, а получилось как-то по-идиотски. Ну да ладно, самое главное содержание видео. На этом все, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Всех люблю, целую. С вами была Геймли. Пока.